Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели программы Разворот в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшней программы, член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутенч. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим на темы, связанные с автомобилями, в принципе, всегда они актуальны, и в частности сейчас, когда зимний сезон подходит тоже отдельно. Но начнем, наверное, с того, что экология, она вот сейчас так обуздала ума во многом, а автомобильная тема с этим имеет дело уже длительное время, по части выброса различных газов нехороших в воздух и так далее. Но если говорить об автопарке латвийском, который традиционно у нас считается одним из старейших в Европе, в этом отношении, в этом году все обстоит так же, как я понимаю? Ну, в принципе, все обстоит так же, даже, ну, скорее всего, становится хуже, ну, по крайней мере, в связи с тем, что парк становится старше, да, то есть он до сих пор продолжает стареть, в среднем где-то... 14 лет? На 2-3 месяца в год стареет, да, то есть на данный момент общий автопарк почти 14 лет, 13,9, по-моему, и в том числе парк частных лиц, ну, то есть, должно понимать, что, ну, основная часть парка принадлежит именно частным лицам, он даже еще на год старше, да, то есть почти 15 лет. А это впрямую связано, там, технологии, там, выбросы, безопасность, да, то есть, ну, это все там идет вместе, конечно. Ну, стареет он постепенно или есть какие-то скачки в этом отношении или, наоборот, замедляется все-таки старение, если о тенденции говорить? Нет, я думаю, тенденция, она очень такая, ну, постоянная, да, то есть, каждый год, каждый год, там, 2-3 месяца больше, 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 да, то есть, да. Ну, среди причин этого, вот, вы, я знаю, называете отсутствие качественного банковского кредитования в том числе, правильно я понимаю? Я имею в виду причин, почему у нас, вот, в принципе, такое положение дел, что автопарк очень старый. Ну, обычно, ну, те, которые ведут какую-то дискуссию, или, ну, у нас у каждого есть свое мнение насчет, ну, почему вещи такие, какие они есть. То есть, мы говорим, что причина всему тому, что страна бедная, экономика маленькая, да, то есть, доходы недостаточные. Люди не могут позволить себе. Сбережения нет, да, позволить себе не могут, да. С одной стороны, это, конечно, да, ну, если там сравнить, ну, с центральной, западной Европой, ну, то есть, там, отставание до сих пор очень большое. Но, с другой стороны, мы уже давно себя обогнали теми, какими мы были до кризиса. То есть, давно, там, и по ИКП, и по средней зарплате, там, ну, по всяким параметрам, да. То есть, что, как бы, ну, напрашивается ответ такой, что, скорее всего, с доходом, ну, все в порядке. Ну, не в таком смысле. Нет, ну, мы здесь, мы обогнали по ВВП, вы сказали, но ведь цены на машины растут. Или нет? Нет, я думаю, что, не, ну, конечно, немножко растут, но, с другой стороны, конкуренция становится все жестче и жестче, и там, разные торговые компании, там, скидки и так далее, там, политики, ну, то есть, это все становится все агрессивнее и агрессивнее. И это, как бы, ну, замедляет рост цен, да, то есть, рост цен на машину, он не такой значительный. Но, то, что я хотел сказать, что самое главное, что, скорее всего, с доходом, ну, не будем сравниваться с Германией, там, со Швейцарией и так далее, да, но... Можем с Эстонией, как мы любим. Да, плюс-минус, ну, конечно, мы ниже, да, но мы давно обогнали, какими мы были до кризиса. Да, то есть, в таком плане можно сказать, что, скорее всего, проблема не настолько в доходах, как в недостатке, ну, доступа к качественному финансированию. То есть, доход и финансирование – это абсолютно две разные вещи. То есть, доход – это то, что мы способны в месяц, ну, там, уделять каким-то своим нуждам машине, в том числе... Краткосрочные такие, скажем так, траты. А финансирование, да, занять у кого-то, чтобы потом каждый месяц отдавать. Вот каждый месяц отдавать, скорее всего, мы способны. А занимать, ну, качественного кредита становится фактически все меньше и меньше, да, и особенно... Хотя, казалось бы, есть же очень много кредитных учреждений, банковские, все, в принципе, работает. Там финансирование очень агрессивное, да, то есть, ну, в том числе, в том понятии, что ставки очень маленькие, да, если только ты квалифицируешься как, ну, персона, которая может брать кредит, да, ну, то есть, там, ну, какие-то, там, подтвержденные, там, заработки должны быть, да, там, ну, общий, той, ну, профиль, персона, которая берет кредит. То есть, если это соответствует, да, то предложение от банков, да, там, хиперхорошее, да, то есть, можно сказать, что деньги в банках теперь не стоят, ну, почти ничего. Проблема в том, что очень мало тех людей, которые, ну, или компаний, которые могут квалифицироваться на банковский кредит, а те, которые не могут... То есть, какие-то критерии, условия очень жесткие, вы имеете в виду? Ну, наверное, они становятся жестче и жестче, да, то есть, там, борьба с отмыванием денег, да, то есть, там, рекомендации E-Money Wall, да, что все, ну, скорее всего, потеря E-Money Wall... Ну, вот сейчас еще было, ну, еще одно такое изменение, которое было введено довольно существенное для тех, кто торгует автомобилями, особенно поддерживаемыми, это вот лимит на наличные сделки, да, то есть, денежные... Ну, это была как идея, ее не приняли, да, там, ну, то есть, по крайней мере, в таком, в такой редакции, как она была... Но все-таки она была введена. То есть, я имею в виду ограничения на сделки с наличными, именно в автомобильной отрасли. До того, ну, то есть, была и сумма до того, да, определенная, больше которой, ну, в том числе, то есть, это тоже, ну, в какой-то мере борьба с теневой экономикой, да, там, серой теневой экономикой, да, там, недодекларированными доходами и так далее, и так далее. Но, то, что самое главное, да, что банковская сторона подходит под более и более строгий надзор, но есть другая сторона рынка, которая, ну, в принципе, ну, скажем так, по сравнению с банковской, очень, ну, немного надзирается, так можно сказать, то есть, небанковский сектор, так называемый. Там риски очень большие, да, допускаются, ну, то есть, риски тем, которые берут кредит или займ, то есть... В виде чего, например, риски? Способности выплачивать кредит. Ну, то есть, там, банк, по сути, должен брать риск, ну, это одна из сути самого банка, да, но он должен быть, ну, как бы основан, конкулирован, да, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, если риск становится больше, его можно компенсировать, ну, то есть, удорожанием самой услуги, да, то есть, ну, процентная ставка. То есть, ну, один только пример. Финансировая в, скажем, небанковском секторе BMW, пятая серия, ну, плюс-минус там 10-12 лет, стоимостью 10 тысяч евро, за 5 лет будет выплачено еще 7 тысяч евро вдобавок, то есть, изначальная сумма. То есть, стоимость денег в течение 5 лет будет плюс 7 тысяч. Так. Выплатишь 10, плюс 7, общая стоимость 17. Угу. 10-летняя машина. Можно за 16 тысяч, ну, там, при каких-то торговых компаниях опять купить новую машину, ну, это не будет BMW 5 серии, да, но, тем не менее, там, машину компакт-класса, Skoda Octavia, например, которая будет стоить 16 тысяч, и в течение 5 лет стоимостью финансирования будет только 1000. И опять будет сумма 17. То есть, месячный платеж будет одинаков и в том, и в другом случае, ну, где-то около 270-280 евро в месяц, ну, при том, что нет первого взноса, ну, например. То есть, равное финансирование в месяц, да, это могут позволить себя, да, то есть, 10-летнюю машину оплачивать, то есть, сумасшедшие деньги переплачивая за финансирование, но новую не могут позволить, потому что, ну, новую квалифицироваться на банковский кредит, очевидно, это человек или, ну, группа, не могут, а в свою очередь, новую, которая более дорогая, чем старая, финансировать в очень дорогих финансовых инструментах, ну, невозможно, потому что вырастет стоимость месячной платы, ну, то есть, объем месячной платы. Поэтому выбирают первый вариант чаще. И выбирают первый, да, потому что, ну, во-первых, это, ну, хочется, ну, то есть, определенную машину, да, там возможность есть такие, какие они есть, да, и, ну, и то, что я хотел сказать, что таким образом, то есть, отсутствие у одного большого, большой части населения квалифицироваться на качественный дешевый кредит не оставляет пустоту в рынке, да, то есть, эта пустота заполняется другими финансовыми решениями, да, и таким образом толкает рынок еще больше, да, в сторону, ну, более поддержанных, более уже отъезженных машин, которые и часто не только морально, но и физически уже устали, устарели, да, и так далее, то есть, ну, это как замкнутый круг такой получается. Но если говорить о последствиях, которые мы имеем, с которыми мы имеем дело, и с которыми мы, наверное, столкнемся, если это продолжится тенденция, то какими эти последствия могут быть, если говорить, например, об экологии, я понимаю, что вы, там, не эколог, но, тем не менее, есть, наверное, какие-то уже понятия, понимания. Ну, как, транспорт в Латвии является, ну, фактически первым или вторым самым большим производителем, ну, разных, там, эмиссий. Ну, в основном мы говорим о эмиссии СО2. И, в свою очередь, ну, то есть, ну, больше трети, да, то есть, транспорт занимает, ну, около трети, скажем так, ровно треть всех эмиссий, которые в Латвии создаются. И, имея в виду то, что возраст автопарка напрямую связан с технологичностью автопарка, и, в том числе, эмиссии, да, ну, и, там, что я тоже говорил, и, санкин-педро, шейба. Безопасность? Да, безопасность движения, ну, и, там, есть несколько факторов. То есть, чем старше становится автопарк, даже не говоря о том, чтобы он, старение остановилось, да, или он обновлялся, но недостаточно обновлялся, да, это тоже была бы проблемой, но у нас эта проблема еще больше, да, он продолжает стареть, да. Мы не приближаемся к каким-то там парижским соглашениям, ну, где у Латвии, в том числе, есть определенная цель на 230-й год, то есть, на 6% снизить по отношению теми CO2 и эмиссиям, которые были в 2005 году. То есть, 6% это, если экономика продолжает, ну, развиваться, так как она сейчас развивается, это означает 2 миллиона тонн CO2. Чтобы понять, что это за цифра, да, это цифра, которая создает приблизительно 2 трети всего автопарка. Латвийского? Латвийского. Скажем так, если ничего не меняется, да, и если мы хотим попасть в цель 30-го года. То есть, это примерно 400 тысяч автомобилей, можно сказать? 700, ну, скажем так. 700 тысяч. 700, чуть больше 700, 730 тысяч, это все вместе, литковые, грузовые. А две трети, получается, соответственно... А, две трети, да, две трети, соответственно, да, около 400, чуть больше тысяч, да. Да, просто, ну, поставить на прикол, да, в 30-м году, чтобы, ну, это, конечно, нереально, да. Ну, это все понимают, это нереально. Но чтобы понять масштаб того, насколько мы отстаем или, возможно, будем отстывать от выполнения вот этих каких-то там климатических целей, да, ну, то есть, вот эта цифра. Ну, это реально вообще, вот, если так говорить прямо и честно? Я думаю, 30-й год уже нереально. А другие страны, ведь не мы одни, то есть, обязались вот такие требования выполнить. Как другие страны с этим в таком случае справляются? Ну, у других стран, я думаю, что проблемы похожи, ну, то есть, не говоря только о, там, восточной стороне... Европы. Европы, да, тоже, ну, говорим о центральной, западной, там тоже проблемы, да, ну, все откладывали, откладывали. Но отличие такое, что там, ну, если решения будут, там будут очень большие деньги, которые просто будут вливаться в разные виды субсидий, там, освобождение от налогов, развитие, там, инфраструктур других энергоносителей, там, ну, и, там, электричество, электрические зарядки, там, или водород, или природные газы. И так далее, и так далее, да, то есть, скорее всего, что они тоже будут отставать, скорее всего, но это отставание будет намного меньше. Причем надо иметь в виду, что у них есть возможность это корректировать, ну, скажем, очень развитым экономикам есть возможность корректировать эти цели, выполнение целей и... Большое производство какое-то крупное? В крупном производстве, где, например, там, ну, используется, там, уголь, например, на данный момент для, ну, там, все равно для, там, обогрева или, там, металлургии и так далее, и так далее, можно переходить, там, на природный газ, можно переходить, там, на опять электричество и так далее. У нас этого большого производственного сегмента в этом, в карте CO2 фактически нет в Латвии. У нас основной сегмент весь находится там, где, ну, именно потребление происходит, ну, так образно можно сказать. Да, и из того исходит, что, скорее всего, большие, богатые страны, они, ну, очень резко будут нагнетать этот темп. То есть, они уменьшат это за счет именно производства, а не за счет автомобилей, в этом имеется в виду? И так, и так, то есть, будут субсидии на автомобили, все больше и больше становится стран. У нас, вы сказали, за CO2 автомобили берут одну треть, да, вы сказали? Да. Одну треть общего выброса. Общего выброса, да. А, если говорить о странах, вот, Западной Европы, например, там автомобили какую занимают часть, для сравнения, чисто? То есть, есть, как бы, ну, в этой CO2 карте есть два больших сегмента. Один, это большая промышленность, ну, то есть, большие заводы, там, большие, там, производители электроэнергии и так далее, и так далее. Это один, и которого у нас фактически нет, да, есть второй, этот, ну, потребительский относительно. Так вот, в этом потребительском плюс-минус сегмент транспорта, он одинаков. Ну, то есть, у нас он все равно чуть больше, да, но плюс-минус одинаков. Ну, если брать общую карту CO2, то у них, ну, значительно меньше, там, около 20-25% от общего, что-то такое. Небольшая пауза сейчас, коротко прервемся и вернемся через пару минут. Продолжаем разворот. Член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутенш у нас в гостях. Нам, кстати, можно позвонить по телефону 672-12-93-9-6-2-13-9-3-9 или написать в WhatsApp по номеру 230-6191. Мы говорим о возрасте латвийского автопарка, который ежегодно признается одним из самых старых в Европе. Средний возраст, как выяснилось, составляет примерно 14 лет. Ну, вот мы говорим о последствиях, к которым это может привести. И, прежде всего, это такие последствия, ну, как сказать, есть какой-то процесс, вот выброс CO2 и прочее. А если говорить о каких-то санкциях, например, со стороны Евросоюза, который тоже пытается это все как-то регулировать, могут они последовать? Если могут, то как скоро и что это за санкции могут быть? Ну, это опять не напрямую моя тема, но насколько я посвящен в эти дела, то цели 30-го года, да, то есть они не просто такие, ну, как бы добровольные, да, там, хотел, записал себе такую цель, там, не захотел, не записал, да, то есть это цели такие, которые за собой влекут, ну, то есть невыполнение, влекут за собой штрафные санкции. Я понимаю, что штрафные санкции начинают, будут начинаться, применяться уже с 21-го года. Ну, то есть Евросоюз не будет ждать 30-го года, когда, ну, там, не знаю, кто-то скажет, что вот не получилось, да. Ну, то есть будут напоминать уже 10 лет перед тем, 21-й год, 22-й год. И эти напоминания будут, ну, как, то есть если там уже будет видно отставание, ну, то есть от какого-то тренда, да, который, ну, должен, какая-то линия, которая должна приближаться к цели 30-го года, то есть если 21-го, 22-го года будет уже видна отставание, да, то есть уже будет штрафный, то есть рейтинный. Ну, штрафы. Ну, да, штрафы. Счета. Да, счета. Выставляться. Выставляться, да, то есть не только нам, в любой европейской стране. Ну, как бы, чтобы мотивировать, то есть чтобы понимать, что это серьезно, да, то есть что цель 30-го года никуда не денется. В денежном отношении, то есть надо, во-первых, ответить, сколько стоит тонн СО2, то есть по сегодняшним ценам это где-то, ну, где-то около 23-24 евро, что-то такое. Ближе к 30-му году, когда у многих стран будет, ну, скорее всего, какое-то невыполнение, то есть все будут хотеть, ну, прикупить, ну, какие-то там, то есть эти квоты СО2, цена, скорее всего, пойдет наверх. Ну, если даже мы по сегодняшней цене 2 миллиона тонн, 24 евро за тонну, 48 миллионов каждый год. Вот так. 48, 48, 48. Это много, но в то же время нельзя сказать, что на нашей стране не происходит какого-то, вот, государство не пытается мотивировать, разными там способами это происходит, но, в частности, вот, с начала этого года действует налог на эксплуатацию транспортных средств, точнее, он зависит как раз от выбросов СО2. Так, и как сообщалось, как предполагалось, когда вот вводилась эта норма, что больше всего пострадают внедорожники, ну, крупные автомобили. Вот спустя, ну, год еще не прошел, ну, уже без малого почти прошел. Как вы, что вы можете сказать, принесло это какой-то эффект, там, уменьшилось ли количество внедорожников вообще, какие последствия это имело? Налог на эксплуатацию, это, ну, относительно очень маленькая сумма, по сравнению с стоимостью машины, все равно новая, там, поддержанная, да, то есть, это относительно очень маленькая сумма. В среднем по автопарку это где-то, ну, где-то около 130 евро в год. Ну, конечно, там разница очень большая, может быть, от нуля, там, до, там, 700 евро или что-то такое. А ноль у кого? У электромобиля? У электромобиля, да. А 700, соответственно, у... Ну, там, да, чем больше... У грузовой? Нет, нет, это только пассажирских. А, пассажирских. Да, да, да. И тогда, получается, что, ну, в этом году ничего не изменилось все-таки? Ничего, никак не повлияло это на отношения? Ну, как, ну, в принципе, это никак не повлияло, конечно, да, то есть, это очень, это правильный, да, это, ну, шаг в правильном направлении, безусловно, да, то есть, давно уже надо было это ввести, но это очень маленький инструмент, очень-очень маленький инструмент, и только один, да. Конечно, у нас есть еще инструменты, там, есть для электромобиля, там... Ну, льготы определенные. Определенные льготы. Они могут ездить по полосам общественного транспорта, парковаться. Да, бесплатная парковка, там, и так далее, и так далее, да, ну, это все вместе что-то дает, но это до сих пор очень, ну, незначительные льготы, да, то есть, чтобы мотивировать, ну, перчон, на сейро-думы. Показатель, а, потребительские привычки, да, то есть, если я всю жизнь ездил, там, на двухлитровом или трехлитровом дизельном, там, ну, определенном каком-то, там, автомобилем модели, да, то есть, менять эти привычки, да, и, там, ну, идти вниз, там, на, там, двухлитровый, или, там, еще вниз, или идти вниз на более маленький класс. А что могло бы, с вашей точки зрения, эти привычки поменять, какие, вот, не знаю, может быть, более кардинальные действия? Литва, насколько я понимаю, вот вы можете поправить, если это не так, ну, ввела такую норму, что людям, которые выбирают электромобили, полагается, там, сумма определенная, тысяча евро, да, по-моему, всем этим людям, то есть, таким образом тоже мотивирует людей? Эти тысяча евро, это предусмотрено, ну, это, так называемая, ну, программа утилизации, когда ты свою старую машину не просто продаешь, да, а отдаешь на утилизацию, то есть, ее, ну... Ну, правильным способом, ее, собственно, уничтожают. Уничтожают, да, то есть, убирают совсем из рынка, с дороги, да, и тогда ты получаешь, ну, как бы, тебе... Компенсацию. Компенсацию, да. У нас такого нет. У нас такого нет, да, у нас нету каких-то прямых субсидий, там, на электромобиль, у нас нету каких-то налоговых поощрений, как мы говорим, электромобиль это хорошая вещь, но для Латвии в каком-то кратком, среднем промежутке времени, скорее всего, Латвия не сможет набрать столько объема электромобилей, чтобы они значительно повлияли на эту область. То есть, Латвия должна думать в направлении дизельных и бензиновых моторов, но у которых низкие выбросы, то есть, маленький класс, маленькие моторы, низкие выбросы. Да, это новые автомобили, опять же. Это новые автомобили, да. Ну, а тут, получается, тупик, потому что новые автомобили мы уже обсудили, что это тоже пока не придет. Да, опять государство должно думать, каким образом через налоговые какие-то поощрения, скажем, вот этот сегмент малых выбросов, каким образом его поощрять, да, каким образом, может быть, создавать какой-то инструмент, когда государство, как бы, ну, гарантирует, скажем, каким-то компаниям возможность брать в банки, ну, вот. Кредиты по каким-то облегченным условиям. Облегченным, да, то есть. А что, просто вопрос напрашивается, а что мешает вот это сделать, как вы это видите? Что препятствует тому, чтобы вести эти льготы и, в принципе, уже двинуться в этом направлении более как-то, ну, заметно? Ну, это логика какой-то со стороны, вот, я не знаю, там. Вещей несколько, ну, во-первых, я думаю, что относительно очень мало кто понимает, ну, то есть, как этот механизм работает, что вообще такое выбросы, да, откуда они появляются, что означают эти цели 2030 года. Министерство охраны среды у нас это… Ну, они понимают, они как раз те, которые понимают, да, больше идет там речь о других, может быть. Тогда вопрос о том, что все новые технологии, да, они стоят, стоят денег, да, то есть, таким или другим образом, да, то есть, кто-то из государственной казны должен взять денег и направить в рынок, ну, каким-то, по какой-то методике, да, там, кому давать, кому больше, кому меньше, да, и так далее. То есть, это вопрос затрат, денег всегда нет, да, то есть, тогда, скорее всего, то, что очень неоднозначно восприятие в самом обществе того, что там электромобиль или новая машина, ну, окей, электромобиль оставляем, да, что новая машина, она CO2 эффективнее во всем цикле, ну, то есть, начиная с того, как добывается руда, там, создается машина, потом добывается… На всех этапах. Ну, то есть, на всех этапах, включая топливо и создание машин и так далее, да, то есть, во всем жизненном цикле, что новая машина намного эффективнее CO2, чем старая 15-летняя, да, ну, то есть, в обществе доминирует, ну, доминирует, не доминирует, да, но есть такое мнение, что старая машина уже, она была создана когда-то там уже 10-15 лет назад, там, все эмиссии остались типа там, да, то есть, она теперь, ну, почти чистая, можно сказать, да, это не так, да, то есть, разница в потреблении в разных технологиях, там, фильтров, катализаторах, там, ну, и так далее, и так далее, да, эффективности самого мотора, самого процесса сгорания, да, настолько большая, да, что новая машина, включая то, что она, ну, создает эмиссии при производстве этой машины, то есть, несравнима по CO2 эффективности со старой, да. Ну, очень много всяких факторов, да, то есть, с которыми надо работать, ну, то есть, часть, которая и требует денег, часть, которая и требует просто работы, коммуникации, разъяснения, ну, и так далее, и так далее, да. Так, давайте звонок примем, вот, нам настойчиво звонит радиослушатель, добрый день. Да, добрый день. Пожалуйста. Один вопрос про катализаторы, вы смотрите, две машины одинаковые, одна идет на один рынок, скажем, на эстонский, другая на латвийский, одна будет с сажевым фильтром, другая без, как вы это можете объяснить? И второй момент, будущее, я так предполагаю, все-таки, смотрите, начнем сначала, там, 25-30 лет назад мы все плотно сидели на бензине, все машины были бензиновые с большими двигателями, потом плавно нас стали пересаживать на дизель, все машины, как бы, были дизельные-дизельные, 20 лет. Сейчас тенденция обратно пошла на бензиновые машины, только с низкими двигателями, с маленькими двигателями, там, 1,3, 1,4, там, турбированные ТСА и двигатели, у которых маленький ресурс, но, все же, как бы, если взять какие-то, посмотреть развитые страны, то, скажем, та же самая Япония давно сидит на гибридах. Утилизация электрических машин, электрических будет батарей, тоже дорого стоить, инфраструктуры в Латвии на электронику, на электрические машины тоже нету, попробуйте на электронной машине доехать до Каунаса хотя бы. То есть вы за что выступаете в итоге? Я говорю за гибридные машины, почему на них нету льгот, вот наполовину сразу дешевле должна быть машина в том же самом налоге. Поняли, спасибо. Ну да, наверное, это комментарии, там, все по теме, так и есть, так и есть, что в Европе, ну, и у нас сначала были бензиновые, потом нас всех переубедили, что самое то, это дизельная машина, и не без основания, да, то есть, действительно, и на данный момент можно сказать, что качественный новый дизель, то есть по VXP, то есть по каким-то динамическим характеристикам и по сравнению с стоимостью, да, то есть, ну, очень трудно найти технологию, которая теперь, ну, и до сих пор способна конкурировать с дизельным, То есть это до сих пор одна из наиболее эффективных технологий. То, что теперь обратно переходит на бензиновый, ну это больше видно в Европе, да, у нас не настолько. Да, Евросоюз верил, что ну там 10 лет назад, когда начинали производителям выдвигать все более и более агрессивные цели, ну самым производителям машин, да, то есть Евросоюзе или Европейская комиссия надеялась, что народ больше и больше будет пересаживаться на электромобили. Этого не произошло. Опять мы говорим о изменении потребительских. Даже в Западной Европе. Даже в Западной Европе, да. Это стоит больше, это изменения, это какие-то, то есть без какого-то толчка со стороны государства, да, это просто так не происходит и не будет происходить. Более того, Европа отказывается потихоньку, отказывается от дизеля, который как вот нас пугает, он после того, как этот отказ начнется более интенсивно, все эти машины, причем тоже далеко не новые, хлынут к нам. Так ли это и вот как вы видите эту ситуацию, если они действительно хлынут, что здесь у нас произойдет? Ну как, и поскольку в Европе не покупают тоже в таком объеме электромобили, да, то есть они, ну и все больше и больше мы слышим о каких-то запретах дизелям заезжать там в какие-то территории города, то есть народ обратно переключается на бензин, да. Потому что опять нету на данный момент другой, ну адекватной технологии, то есть электромобиль без субсидий, да, то есть это до сих пор не выбор, да. И безусловно, что эти дизеля, они хлынут к нам, да, абсолютно верно, да. И что тогда будет? Ну... Как минимум, что это может принести нам? Важно то, что хлынут именно тот старый дизель, который, ну потому что эти запреты начинаются именно с более старых сегментов, да. Это первые, которые хлынут к нам, они более по цене восприемлемы в нашем рынке, и они нашу ситуацию автопарка и общих там выбросов и так далее сделают еще тяжелее, да. То есть, ну, ситуация, если мы не будем в Латвии создавать, ну, какой-то напор, скажем так, в противоположном направлении, то есть ситуация будет становиться хуже и хуже. Угу. Давайте еще звонок примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Олег. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что все эти вопросы экологии связаны просто с тупым вымоганием денег потребителей, да, чтобы люди пересаживались на другие автомобили? Хотя, еще в 70-х годах был создан и уже реально двигатель на водороде, да, но никто этим не занимается. Это с 70-х годов, понимаете? Это экология чистейшая, да, а тут просто вымогание денег больше ничего. Чистый бизнес. Поняли. Спасибо. Как вы к такому мнению относитесь? Ну, наверное, отвечу так, что я не особо верю в теории заговора, ну, и это, по-моему, похоже именно на то. Конечно, там, ну, сценарии могут быть очень разные, у каждого может быть свое мнение, но тогда мы, в принципе, должны оспаривать то, что, ну, что-то в экологии планеты меняется или не меняется, да. То есть, начинать с этого вопроса, да, одна часть планеты верит, есть часть, которая не верит, да, ну, и, ну, доказать той, которая не верит, противоположно или наоборот, да, то есть, ну, наверное, довольно трудно, да. Да, да, водород. Но вы больше склоняетесь к какой из этих двух сторон? В контексте, конечно, авто темы. Скажем так, я любитель ездить за рулем много, выбирать дорогу не короче домой, а подлиннее, если у меня хорошая машина на тот момент. Но, с другой стороны, я, наверное, хочу сказать, что я верю в том, что что-то меняется. Я верю, что меняется, да, но мы должны понимать, что автомобильная промышленность, особенно если мы говорим о Европе, да, то есть, это занимает очень-очень огромную часть европейского валового продукта, да, то есть, она была, и она, скорее всего, еще много десяток лет будет, да, просто, ну, теперь происходит какое-то перестроение, и вся эта промышленность ищет какие-то новые направления там, ну, чтобы соответствовать тому, тому, тому. Ну, и, да, было упомянуто технологией водорода, да, и в этом направлении там, ну, есть определенные поиски, да, ну, так что, да. К слову говоря, вот, автотранспортная дирекция вместе с предприятием «Пассажиров Вилтинс» тут запустила компанию «Попробуй общественную», вы, наверное, знаете, да, вот с целью призывать людей пересесть с машин на общественный транспорт. Мы действительно имеем дело с переизбытком автомобилей на наших улицах? И если говорить, кстати, о вот количестве зарегистрированных автомобилей, оно растет при этом? Я хочу сказать, что машин, то есть автомобилей в Латвии очень мало. Мало? Мало. Очень мало. То есть... А в Риге? В Риге больше, но тоже несравнимо с другими большими городами там в Европе. Ну, так, образно говоря, можно сказать, что, скорее всего, в течение, там, ну, 10-15, ну, кто знает, 20 лет, скорее всего, машин в Латвии станет почти в два раза больше. При том, что количество жителей уменьшается? Ну, уменьшаться, наверное, будет или на низком уровне оставаться, может быть, корейные жители, да. Скорее всего, что это будет компенсироваться, то есть, ну, то есть, миграция, да, то есть, кто-то будет приезжать. Но, тем не менее, количество жителей уменьшается, а машин, получается, растет. Правильно? Машин растет, ну, то есть, меряется, как бы, количество машин на тысячу населения, да. И по такому параметру, то есть, мы находимся значительно ниже европейского среднего, да, то есть, у нас где-то 330-340 машин, все, весь автопарк, то есть, все годы выпуска, да, все марки, модели и так далее. Европейский средний где-то почти около 500, не говоря, там, Финляндии, там, Бельгии. Получается, проблемы такой нету? Вот тогда эти компании, они такие чисто, не знаю, превентивного характера? Нет, это не означает, что мы не должны стараться все больше и больше населения пересаживать на общественный транспорт, потому что это является одним из способов уменьшать эти выбросы, да. Не для всех это будет окей, да, то есть, не всех частных водителей удастся пересадить на общественный транспорт. Я думаю, далеко не всех. Далеко не всех, да, но есть какой-то, ну, какой-то сегмент общества, для которых это может быть решением, да, я тут тоже, ну, какие-то недели назад был в одном семинаре, говорил с одним человеком, он говорит, я просто не понимаю, где кайф каждый день по несколько часов сидеть в машине. В пробке. В пробке, да. Он не понимает, да. Я говорю, супер, да. Это моя частная территория, да, то есть, мне это надо, для меня не годится, когда мне кто-то на меня там толкается или там дышит в затылок, или, ну, то есть, у меня должно быть частное пространство, да. Для меня это супер, да, то есть, я отдыхаю при этом, да, то есть, он говорит, нет, для меня это затруднение, да, то есть, он говорит, что он бы очень оценил качественный общественный транспорт, да, чтобы… Но при этом пробки, они способствуют ведь повышению выбросов всевозможных? Конечно, конечно. С этой точки зрения, я думаю, пробки нельзя рассматривать как нечто такое исключительно комфортное. Нет, нет, конечно, конечно, конечно. Хорошо, давайте еще звонок примем, не так много времени остается. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, там с целью борьбы с выхлопом, значит, с выбросными вредными, они вводят вот эту биодобавку в топливо, да, но в то же время машина с этой биодобавкой, у нее на это же самое количество добавленного биотоплива увеличивается расход. Так где же здесь, в чем же здесь борьба за экологию? Расход немножко увеличивается, в то же время CO2, как бы общий баланс на вот эту биодобавку, он фактически, можно сказать, что он нулевой, ну то есть при сгорании он создает какие-то CO2, но при выращивании вот этой, ну там, культуры какой-то, из которой получается эта биодобавка, добавка, оно в себе впитает опять углерод, да, то есть общий баланс получается… Сохраняется. Сохраняется, да. Ну, это, как бы, требование по биодобавкам, это, как бы, я это понимаю как первый шаг, который Европейский Союз когда-то, ну, как бы, сделал, чтобы, ну, как бы, отвязать вот эту транспортную энергетику от фосильных, то есть энергии, да, там, дизеля, бензина и так далее, да, чтобы переходить на обновляемые, то есть энергии, ну, это как первый шаг, он ни в коем случае там не решает проблему 30-го года, да, по крайней мере, пока мы говорим о биодобавках первого поколения. Есть еще биодобавки второго поколения, производителей очень мало, да, которые фактически своей молекулярной структурой ничем не отличаются от дизельного топлива, например, да, то есть фактически невозможно отличить, да, там, один к одному, да, то есть это опять немножко разные вещи. Да, спасибо большое, время у нас вот стремительно подошло к концу, член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиндж был у нас сегодня в гостях, спасибо вам, меня зовут Андрей Ильишкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, впереди реклама и новости, всего доброго.